Следующая лекция пятая. Фильтрование и центрифугирование. Лекция пятая. Фильтрование и центрифугирование. Фильтрование. Рассмотрим процесс фильтрования. Для разделения неоднородных систем жидкости с содержащимся в ней твердыми частицами используют фильтрование. Фильтрование это разделение неоднородных систем, таких как жидкость-твердые частицы, газ-твердые частицы с помощью мелкодисперсных перегородок фильтров. Фильтр пропускает жидкость и затвердевает, задерживает на своей поверхности твердые частицы, размер которых больше, чем диаметр пор фильтрующей перегородки. Жидкость, прошедшая через фильтр и освобожденная от находившихся в ней твердых примесей, называется фильтратом. Эффективность и скорость фильтрования зависят от условий проведения процесса и от фильтрующих систем. Вязкость и размер частиц – важнейшие свойства систем, влияющие на процесс фильтрования. Чем выше вязкость жидкости, тем труднее ее фильтровать. Уменьшить вязкость жидкости можно путем разбавления соответствующим растворителем, если он не влияет на свойства растворов или нагреванием. Чем выше температура, тем меньше вязкость жидкости. Так различные студни, гели при нагревании расплавляются, делаются жидкими и легче фильтруются. Большое влияние на процесс фильтрования оказывает величина частиц твердого вещества. Если размер частиц больше размера пор в фильтрующей перегородке, фильтрование идет легко и быстро. Когда размер частиц твердого тела меньше размера пор, отфильтровать смесь невозможно. Фильтрат будет содержать примеси. С частиц и коллоидных растворов отфильтровывать обычным способом нельзя. Для увеличения размера коллоидных частиц растворы коагулируют, а затем фильтруют. Многие коллоиды при высоких температурах образуют хлопья, которые легко задерживаются фильтром. Такого же эффекта можно добиться при добавлении электролитов коагулянтов. К важнейшим условиям, влияющим на процесс фильтрования, относятся следующие факторы. Выбор фильтрующих материалов, температура фильтрования, давление. Рассмотрим фильтры. При выборе фильтрующих материалов нужно учитывать, во-первых, инертность фильтров по отношению к фильтрующим веществам, во-вторых, размер пор фильтров. Для фильтров использовать нельзя такие материалы, на которые фильтруемая жидкость может оказать какое-либо действие. Так, концентрированные щелочи нельзя фильтровать через фильтр из прессованного стекла, так как оксид кремния, содержащийся в фильтре, будет частично растворяться и загрязнять фильтрат. Бумажные фильтры обычно не используют при фильтровании красителей, вследствие высокой адсорбции на поверхности бумаги. При выборе фильтров по размеру пор необходимо обращать внимание на маркировку фильтров. Для воронок с пористыми перегородками и спрессованного стекла, это фильтр шота, размер пор связан с номером воронки. Плотность готовых бумажных фильтров определяется по цвету бумажной ленты, которые оклеивают упаковку фильтров. Приняты следующие обозначения. Розовая или черная лента, диаметр пор 10 нанометров, быстрофильтрующие фильтры. Белая лента, диаметр пор 3 нанометра, бумага средней проницаемости. Синяя лента, диаметр пор 1-2,5 нанометров. Плотные фильтры предназначены для фильтрования мелкокристаллических осадков. Фильтрующие перегородки могут быть изготовлены из различных материалов. Наибольшее распространение в лабораториях получили фильтр из прессованного стекла, целлюлозная масса, волокнистые материалы, например, вата, активированный уголь. Фильтровальная бумага. Фильтровальная бумага отличается от обычной тем, что она не проклеена, более чиста по составу и волокнистая. Фильтры из бумаги, употребляемые в лабораториях, бывают простые и складчатые. Следующий процесс рассмотрим – центрифугирование. Центрифугирование часто применяют для этого центрифугу, для отделения осадка от раствора. Центрифуга – это прибор, в котором используется центробежная сила, развивающаяся при быстром вращении. Полученный в результате центрифугирования прозрачный раствор центрифугат отделяет от осадка, погружая в раствор капилляр пипетки и медленно наклоняя пробирку. При этом капилляр должен опираться на край пробирки. Рассмотрим правила работы с центрифугой. Центрифуга помещается на устойчивом тяжелом столе. Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта. Центрифугировать можно только четное число пробирок. Если число пробирок нечетно, то ставят на одну пробирку дистиллированной водой. В предварительной пробирке с содержимым должны быть попарно уравновешены. И парные пробирки помещают в центрифуге друг против друга. После выключения центрифуги нельзя открывать крышку, пока не закончится вращение. Все посмотрите на экране. Все элементы вращения и укладки в центрифугу пробирок. Следующая лекция шестая. Весы и взвешивания. Взятие на веске – наиболее распространенная операция в лаборатории. Она производится путем взвешивания на весах различных типов торсионных, технохимических, аналитических весах. Рассмотрим виды и устройства весов. Правила взвешивания на технохимических и торсионных весах. Торсионные весы. Торсионные весы относятся к типу циферблатных и предназначены для взвешивания небольших грузов массой до 500 мг. Взвешивание на них производится быстро и достаточно точно. Весы имеют оретир. Чашка весов заключена в шкафчик. Весы устанавливают по уровню. Открывают оретир и устанавливают стрелку, указатель массы на 0. Проверяют, совмещены ли указатели равновесия с чертой равновесия. Закрывают оретир. Открывают дверку шкафчика и ставят на чашку подвеску, взвешиваемый предмет. После этого закрывают дверку, открывают оретир и поворачивают указатель массы до тех пор, пока указатель равновесия не совместится с чертой равновесия. Закрывает эритир и записывает на какое деление указывает стрелка. Это и будет массой предметы. Рассмотрим рисунок торсионных весов. Первая шкала, вторая ручка, третья стрелка, по нумерации смотрим, совмещаем с экраном, четвертая черта равновесия, пятая ручка эритира, шестое головка регулятора, седьмое футляр для чашки, восьмое установочный винт, девятое уровень равновесия. Для точных взвешиваний применяют аналитический разновес, который хранится в специальной коробке с гнездами для каждой разновески. Аналитический разновес состоит из следующих гирек 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 и 1 грамм. Кроме того, в коробке имеются более мелкие разновески 500, 200, 200, 150, 20, 10, 10 миллиграмм. Разновески от 500 до 10 миллиграмм представляют собой плоские кусочки металла с отогнутым у одного угла краем. Они могут иметь различную форму 50 и 500 миллиграмм, шестиугольную 200 и 20 миллиграмм, четырехугольную 100 и 10 миллиграмм, трехугольную. Масса гирек одного и того же наименование даже в одном и том же наборе с течением времени изменяется, но не одинаково. Чтобы уменьшить возможную ошибку при взвешивании, необходимо использоваться одними и теми же гирьками. На чашке весов гирьки следует располагать в той же последовательности, в которой они лежат в гнездах коробки и класть их обратно обязательно в те же гнезда, в которых они до этого находились. Брать разновески следует только пинцетом, который имеется в коробке. Разновески от одного грамма и более берут за удлиненную верхнюю часть, мелкие мельче одного грамма за отогнутый угол. Категорически запрещается пользоваться этим пинцетом для других целей. При работе с электронными весами запрещается воздействие на весы следующих факторов. Потоков воздуха от кондиционеров, вентиляторов, дверей и окон, сильных перепадов температуры, вибрации от отдельных приборов, внешний вид можно посмотреть на экране. Следующая лекция 7. Микроскопы и их виды. Техника микроскопирования. Рассмотрим устройства различных видов микроскопов. Микроскоп — это оптический прибор, предназначенный для рассмотрения объектов, невидимых невооруженным глазом. Микроскоп МБР-1, МБР-1 Биолам, имеет оптическую и механическую часть. Можно все видеть на рисунке. К механической части относятся штатив, предметный столик, тубус, револьвер, макро- и микрометрические винты. Штатив состоит из массивного подковообразного основания, придающего микроскопу необходимую устойчивость. От середины основания вверх отходит тубусодержатель, изогнутый почти под прямым углом. К нему прикрепляют тубус, расположенный наклонно. На штативе укреплен предметный столик с круглым отверстием в центре. На столик помещают рассматриваемый объект, отсюда название предметный. Через отверстие в середине столика проходит пучок света, позволяющий рассматривать объект в проходящем свете. На боковых сторонах штатива, ниже предметного столика, находятся два винта, служащие для передвижения тубуса. Макро- и микрический винт или кремольера имеет небольшой диск или при вращении он может поднимать или опускать тубус для ориентировочной наводки на фокус. Макро- и микрический винт применяют при малом слабом увеличении, при этом объект изучают в одной плоскости. Микрометрический винт, имеющий наружный диск меньшего диаметра при вращении, перемещает тубус незначительно и служит для точной наводки на фокус. Микрометрический винт используется при работе с большим сильным увеличением, что позволяет рассматривать детали и части объекта, лежащие на разной глубине. Микрометрическим винтом пользуются тогда, когда с помощью макро-винта объект поставлен точно в фокус. Вращать микрометрический винт можно только на полоборота в обе стороны. Благодаря разным размерам найти нужный винт можно на ощупь. Микрометрический винт может иметь вид плоской пластинки, расположенный на основании микроскопа. Рассмотрим оптическую часть микроскопа. Оптическая часть микроскопа представлена окулярами и объективами. Окуляр, латинский акулус глаз, находится в верхней части тубуса и обращен к глазу. Окуляр представляет собой систему линз, заключенных в металлическую гильзу цилиндрической формы. Цифра на верхней поверхности окуляра означает кратность его увеличения 7, 10, 15. Окуляр можно вынимать из тубуса и по мере надобности заменять другим. На нижней части тубуса находится вращающаяся пластинка или волевер, от латинского акулус вращая, имеющую при 3 гнезда для объективов. Как окуляр, объектив представляет собой систему линз, заключенных в общую металлическую оправу. Объектив ввинчивается в гнезо револьвера. На боковой стороне объектива цифрой обозначается кратность увеличения. Различают объектив малого увеличения на 8, объектив большого увеличения на 40 и иммерсионный объектив, используемый для изучения наиболее мелких объективов на 90. Общее увеличение микроскопа равно увеличению окуляра, умноженному на увеличение объектива. Изображение в микроскопе обратное. Осветительная часть микроскопа состоит из зеркала, конденсора и диафрагмы. Зеркало укреплено подвижно на штативе ниже предметного столика, благодаря чему его можно вращать в любом направлении. Зеркало устанавливают по отношению к источнику света так, чтобы отраженные им лучи наилучшим образом осветили поле зрения микроскопа. Отбрасываемый зеркалом пучок света проходит через отверстие в центре предметного столика и освещает объектив. Зеркало имеет две поверхности – вогнутую и плоскую. Вогнутая поверхность сильнее концентрирует световые лучи и поэтому используется при более слабом освещении искусственный свет. Конденсор находится между зеркалом и предметным столиком. Он состоит из двух-трех линз, заключенных в общую оправу. Пучок света, отбрасываемый зеркалом, проходит через систему линз конденсора. Меняя положение конденсора выше или ниже, можно изменить интенсивность освещенности объекта. Для перемещения конденсора используют винт, находящийся впереди от микро- и макрометрических винтов. При опускании конденсора освещенность уменьшается. При поднятии к предметному столику, наоборот, увеличивается. Ирисовая диафрагма. Она вмонтирована в нижнюю часть конденсора, регулирует освещение. Диафрагма состоит из пластинок, расположенных по кругу и частично перекрывающих друг друга таким образом, что в центре остается отверстие для прохождения светового пучка. С помощью специальной ручки, расположенной на конденсоре с правой стороны, можно менять положение пластинок диафрагмы относительно друг к другу, уменьшая или увеличивая отверстия. Максимально суженная диафрагма способствует наибольшей четкости изображения, что важно при рассмотрении прозрачных объектов. Рассмотрим следующий микроскоп. Его тоже можно видеть на экране. Микроскоп МБС-1. МБС-1 стереоскопический микроскоп, позволяющий получить прямое или объемное изображение рассматриваемого предмета, используется для препаравальных работ и изучения крупных объектов. Посмотрите на рисунок. Микроскоп состоит из столика, штатива, оптической головки и окулярной-бинокулярной насадки. Следующий микроскоп биологический серии BM-2000. Первое. Микроскопы серии BM-2000. Усовершенная оптическая технология с малой площадью основания. Второе. Идеально подходит для применения в лабораториях как образовательных, так и для рутинных исследований. Третье. BM-2000 имеет оптическую систему на бесконечность, увеличение от 40 до 1500. Микроскоп бинокулярный XSP-128-201 состоит из основания, тубусодержателя, третье. Окуляра, четвертое. Бинокулярные насадки, пятое. Револьверного устройства, объективов, седьмое. Предметный столик, восьмое. Конденсор и девятое. Регулятор освещения. Посмотрите на экране. Все отражено. Визуальные насадки. Насадки бинокулярные, тубусодержатель, шкала межзрачкового расстояния, заглушка окуляра, диоптическое кольцо. Установка расстояния между осями окулярных тубусов в соответствии с глазной базой наблюдателя осуществляется разворотом корпусов окулярных тубусов в диаметре от 47 до 75 миллиметров. Наклон окулярных тубусов 30 градусов, угол вращения насадки 360 градусов. Окуляры. В комплект микроскопов входят окуляры. Револьверное устройство. Оно обеспечивает установку четырех объективов. Все можно видеть на экране. Все направления и виды изменений. Смена объектива в процессе работы осуществляется вращением кольца револьверного устройства до фиксации соответствующего объектива. В процессе работы всегда меняйте увеличение путем вращения рифленого кольца револьверной головки, а не путем давления на объектив. В комплект поставки входят объективы ахроматы 4.0.10. Масло для масляной иммерсии. Конденсор АБИ с апертурной диафрагмой. Фокусировочный механизм. Грубая фокусировка производится вращением рукоятки, расположенной справа от тубусодержателя. Фокусирование на объект осуществляется перемещением предметного столика и конденсора относительно тубусодержателя. Рукоятки тонкой настройки, снабженные цифромыми дисками, размещены внутри регуляторов грубой настройки. Также имеется предметный столик, держатель объективов, регулятор фронтального перемещения столика, регулятор бокового перемещения столика. Микроскопы оснащены прямоугольными предметными столиками. Все тоже можно видеть на экране. Предметный столик оснащен устройством координатного перемещения объектов. Перемещение панели предметного столика осуществляется с помощью рукояток. Диапазон перемещения объективов в поперечном направлении 78 мм, в продольном направлении 54 мм. Рассмотрим осветительное устройство. Что туда входит? Первое – тумблер включения лампы. Второе – регулятор яркости. Третье – винт. Четвертое – лампа. Пятое – юстировочные винты. Шестое – гнездо предохранителя. Микроскоп серии BM2000 оснащается встроенными осветителями с коллекторной линзой. Рассмотрим уход за микроскопом. Обратите внимание, что для проведения очистки или профилактических работ отключите микроскоп от сети электропитания. Избегайте попадания влаги на электродетали. Не допускайте, чтобы оптические или механические поверхности микроскопа контактировали с химическими агрессивными жидкостями. Микроскопы, эксплуатирующиеся в жарких и влажных климатических зонах, требуют особо тщательного ухода для профилактики контактными грибками. Микроскоп необходимо протирать каждый раз после использования. Оптику микроскопа, объективы, окуляры следует содержать в исключительной чистоте. Пылезащитный чехол. Сохранение всех оптических частей микроскопов чистыми это важнейший момент для получения хорошего качества изображения. Вне работы микроскоп всегда следует накрывать специальным чехлом. Обратите внимание, что необходимо дать лампе остыть до того, как накроете пылезащитным чехлом, так как чехол не обладает термостойкостью. В дополнение на лампе может собраться конденсат. Уход за механикой. Покрытие металлических частей микроскопа специальное, устойчивое и может очищаться с помощью метанола или мыла. Избегайте использования других органических растворителей. Внимание! Такие жидкости, как ацетон, ксилол или нитросодержащие растворители, могут повредить микроскоп. Очистка оптических поверхностей. Если оптические поверхности линзы микроскопа покрыты плотным слоем пыли или грязи, то перед вытиранием необходимо сдуть поверхность слоя с помощью шприца и смеси с тонкой кисточкой, щеткой высокого качества и только потом протереть специальными салфетками для оптики, для очков. Въезжуюся грязь осторожно уберите с помощью мягкой безворсовой ткани при помощи воды. В случае, сильного загрязнения, частью микроскопа следует протирать метанолом или коммерчески доступными моющими средствами для стекол на водной основе, а также хлороформом, бензином или спиртом. Обратите внимание, избегайте применения слишком большого количества очищающих средств в избежании их попадания на другие детали микроскопа. Очистка объективов. Наиболее подвержены загрязнению нижние линзы объективов, которые требуют постоянного ухода и контроля. На момент проведения очистки объективов не следует их выкручивать. Объективы с небольшим увеличением 4 или 10 имеют нижние линзы достаточно большой площади и могут вытираться салфеткой, находящейся на кончике пальцев и пропитаны метанолом. Объективы увеличением 40 и 100 могут иметь очень вогнутую поверхность нижней линзы небольшого радиуса, которую следует протирать специальными ватными палочками косметическими, смоченными в метаноле. Протрите нижнюю часть линзы сухой чистой тканью, не содержащей в структуре ворсинок. Очистка от иммерсионного масла. Внимательно просмотрите инструкцию по технике безопасности, разработанной для применения иммерсионного масла. Вначале сотрите иммерсионное масло при помощи чистой сухой ткани, а затем несколько раз протрите поверхность чистым этанолом при 90% содержании этанола. Уважаемые студенты, вы прослушали курс лекций по дисциплине «Постановка лабораторного эксперимента в экологии». Спасибо за внимание. До свидания.